Определить, кто из них кто, на первый взгляд, весьма проблематично. Однако в процессе концерта выяснилось, что Александр Пономаренко неразлучен с гитарой. Следовательно, Валерия, его брата, можно определить по отсутствию музыкального инструмента в руках. Зато шутят артисты одинаково хорошо. Подтверждение тому – отсутствие пустых мест в зале и реакция зрителей на очередную шутку. Постоянное кривляние, оно должно было все-таки перерасти в профессию, оно переросло. Есть, как говорят, хохмачи по жизни, а есть те, у кого это переросло в профессию. Потому что смешить в жизни, смешить на сцене – это все-таки разные вещи. Процесс сам пошел. Да, процесс понаступательный. Что всегда с человеком происходит, когда он делает изо дня в день свое дело. Их концертная программа не переставала удивлять нескончаемым множеством переделанных песен и созданных образов. Список тех, кого они пародировали, огромен. И каждый герой их новой пародии уникален и удивительно похож на настоящего человека. Умение подобрать ключ к индивидуальности и отличительным признаком всех, кого они изображают – признак настоящего профессионализма. С удовольствием я пришла на концерт, потому что у них юмор мне очень нравится, он такой интеллигентный. И вообще я всегда смотрю по телевизору, и в первом зеркале, и в любых передачах, в которых они принимают участие. Мне они очень-очень нравятся. То есть пришли сегодня такое удовольствие эстетическое? Удовольствие и ждала. Даже в календарик я обрисовала вот так вот кружочек, чтобы мне не забыть, чтобы я знала, что это концерт братьев Пономаренко. Практически все свои номера братья пишут сами. Александр и Валерий Пономаренко умеют угадывать предпочтения зрителей и оставлять о своих концертах только лучшие впечатления. Именно поэтому их юмор так любят и ценят не только у себя на родине, но и в других странах, в том числе и в Беларуси. Продолжение следует...